Что, рачишка, ютуб платить перестал, да? Кап, ну я тебе уже говорил, блин, деньги нужны. Сам знаешь, варфейс хочу вернуться, а как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком, я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха, будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь, ставку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, работа подождет. Дай-ка угадаю, Ебу Кенди, ты, как и все блогеры, крайне недоволен этой идеей, правильно? А ты, капитан, очевидность, за всех-то не говори, блогеров у нас не так уж и мало, просто крупных, может быть, сейчас не так много осталось. Так что не надо говорить, что все блогеры против, это первое. А второе, я тебе скажу так, вот сама идея мне как раз очень понравилась, но я очень-очень сильно сомневаюсь в ее нормальной реализации. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Рокутагин и капитан Очевидность. А говорить сегодня будем о, понимаете, вопросе глубоком, как всегда, системообразующем. Говорить, ребята, будем о модах. Не о тех модах, которые там, бикини, мини-юбки или какие-нибудь джинсовые рубашки, а о новой механике в Warface, которая так и называется. Моды. По сути, это перки, которые вы могли видеть, скажем, в Call of Duty, да-да-да, ребята, система схожая. Наиболее интересными на данный момент, обсуждаемые всеми, являются перки моды на оружие. И большинство удивляются, как они вообще работают, механики не могут понять. А я, кстати, понял, посмотрев на эти так называемые моды, в чем фишка и почему проценты так странно высчитываются, пересчитываются. Мне стало очевидно, что моды, ребята, судя по всему, работают так же, как модули на оружие. Да-да-да, и когда на модуле написано там плюс 20% точности, это не значит плюс 20% точности от точности в прицеле от бедра. Это то же самое, что рукоять сошки поставить. Плюс там 20% точности, понимаете, работает это именно так, а не как-то иначе. И система эта призвана в первую очередь, как говорят разработчики, как я понял, и упор делается не на броню, а на оружие в этих модах будет делаться наибольший упор. И все это делается ради того, чтобы воскресить неликвидное оружие и придать ему новую жизнь, так сказать, возможность гнуть. Старо предание, довериться странам. Ну ебутеньки, если эта система поможет воскресить старые пушки, она же топовая. Да-ка, на бумаге она очень даже топовая, эта система, только есть, ну скажем так, нюансы. Дело в том, что улучшаться-то будет не только старое неликвидное оружие, но и новое, ребята, да-а-а. Кроме всего прочего, скажем, Макмиллан, улучшенный на повреждения в конечности, это новая имба, которая, если даже будет ваншотить что-то на уровне ДВЛа, это такая пушка, которая, блин, а нафига тогда что-то другое? Может быть, только если чей-так жало взять и улучшить ему темп стрельбы, и получится тот же самый Макмиллан. Идеально. Но самая большая здесь проблема, друзья, нет, это не имбовость, это даже не баланс, хотя об этом мы ещё поговорим, а это монетизация. С того момента, как пришли Алоды, у нас всё в игре жёстко монетизируется. И по факту живём мы сейчас по одному и тому же принципу все. Плати и нагибай. К сожалению, именно так, друзья. Уже анонсирована новая випка, так сказать, новый ускоритель для запчастей, которые нужны будут для модов. И, ребята, я вас умоляю, ну каждый должен прекрасно понимать, что это будет за кредиты. То есть сама випка, ну сто пудов будет за кредиты, ну сто пудов. Это значит, покупай обычную випку, покупай супер випку, и ещё покупай эту випку, ну или какую-то одну из обычной супер и эту випку, если ты там качаешься, на что-то копишь и так далее. Разработчики, кстати, будет справедливо, раз вы уж решили ввести новую випку, то она, помимо того, что её можно купить отдельно, она должна входить в состав обычных випок. То есть обычного випа и супер випа. Но почему-то я думаю, что вы так не сделаете. Опять же, вроде как, получается, запчасти, там, моды сами можно будет приобрести за валюты. И там, конечно же, указано, что и варбаксы, и короны будут. Ребят, вот увидите, самое годное всё будет опять за кредиты. И в этом печаль, в этом, понимаете, самая большая печаль. То, что администрация проекта, она в упор не видит взаимосвязь между вот этим донатным изобилием и падением интереса к игре. Во времена реальной популярности, можно сказать, господства в СНГ Warface'а, в этой игре была система Pay to Win. Но это были короткие удачи, и, наверное, самые лютые из них, они просто отсутствовали в магазине. Их водили раз в 3-5 месяцев для распродажи, и потом убирали всё. Всё остальное время люди бегали, и в принципе, ну я не могу сказать, что было так жёстко. Не могу этого сказать. Мне хватало знакомых из Аклэн, которые вообще без випки даже играли. И были люди в те времена, 14-15, даже 16-й год, были люди, которые, например, на штурме играли с АК-103, и всё было замечательно. И я почему-то не сомневаюсь, что в целом вы зарабатывали больше, чем сейчас, потому что, извините меня, людей намного было больше, и активности этих людей было намного больше. Чем чаще были распродажи, чем больше было донатного контента, тем онлайн становился ниже. Да. Тогда предлагаю по этому поводу устроить бунт, чтобы систему отменили. Капитальная очевидность, ну какой бунт? Успокойся, все эти бунты мы уже прошли. Никто бунтовать не будет. Я знаю, как наши игроки бунтуют. Все посмотрят видео, поставят 10 тысяч лайков и пойдут дальше гнуть на РМ, короче. При этом крутя какую-то новинку. Суть не в этом. Бунта, конечно, никакого не будет, а я к нему и не призываю, зачем он нужен, как бы. Ну, он на пользу игре не пойдёт. Фишка вот в чём. Разработчики, вы поймите, что, во-первых, первое, вот даже не первое, несколько вот есть моментов, которые вы должны учесть. Первое, сама вот эта вот система модов должна быть простая. И она не должна прямо делать реально из старой пушки новую, а из новой пушки пушку 2025 года по урону. Нет, она должна быть, система нормальная, сбалансированная. Чуть-чуть там то, чуть-чуть это, как бы и хоррэ. Новые билды, вот эти сборки, не должны быть имбовые. Что, как бы, одна вроде ничего, а другая супер имбовая и так далее. Почему? Потому что, дорогие разработчики-локализаторы, если сделать систему очень эффективной, очень сложной, вы скоро будете грызть свои локти. Если дотянетесь, конечно. Почему будете, я вам объясняю. Потому что вы сейчас-то с балансом не можете справиться. Ну, серьёзно. То есть, вот про снайперов говорим. Вы уже конференции, блогеров созываете. Вроде да. А потом у вас, как бы, там, пятая точка жим-жим. Потому что вы понимаете, что бомбанёт, полыхнёт. А теперь представьте себе, что будет с новой системой, если она будет очень эффективной. Вы чё думаете? Вы какие-то гении, я гений. Да мы все не идеальны. В любой, особенно в IT-сфере. В IT-сфере, если да, есть ошибки. Только в Warface сейчас нельзя крупных ошибок допускать. Вы сделаете какие-нибудь крутые моды, которые, конечно же, люди будут выбивать, там, покупать за донат. Они купят эти моды. Они сделают из своего, не знаю, там, Макмилла на пушку 2040-го года, которая будет всё сносить. Пол Warface сразу уйдёт играть во что-нибудь другое с криками. Да пошло оно в жопу, это помойка донатная. Вот, баланса никакого нет. А и вам остаётся... А что вам остаётся делать? Вам остаётся либо ничего не трогать, потому что деньги уплачены, либо просто взять и ослабить этот мод, нерфануть его. И тогда уйдёт вторая половина Warface. Ну и нормально. В принципе, тогда и жаловаться некого будет. Бля, гениально. Вторая проблема, и то, о чём я уже говорил, дорогие разработчики, это, конечно же, монетизация. Я понимаю, что все хотят зар... Я хочу заработать, вы хотите заработать. Все на этом свете хотят заработать, потому что кушать на что-то надо. Но всегда надо знать меру. Если, опять же, система будет... Вот даже система с карточками, по большому счёту, она провальная. Конечно, в комментариях найдутся люди, которые будут писать, что... А я, а вот я ходил, пробежал всего лишь 500 анубисов, а я собрал какую-то пушку. Я за тебя очень рад, брат. По факту, вот большинство людей, сколько я знаю, нихрена они не собирают эти карточки. Они их либо покупают, либо вообще на эту систему забивают. Если система с модами будет такая же, чтобы открыть какой-то один мод нормальный, уйдёт, не знаю, полгода труда и 2 миллиона варбаксов, либо можно будет купить за 500 кредитов просто, то как бы система автоматически провальная. Это ещё один pay to win, как будто нам его не хватает. Разработчики, я вас очень прожжу. Локализатор, мейл, пожалуйста, ну, дайте что-то нормальное. Включите этот вип для этих деталей в обычный вип внутри. Пусть это будет а-ля, там, ускоритель для варбаксов, там, или опыта. Пусть он внутри в вип обычный входит. Не позорьтесь, пожалуйста. Пусть эти моды нормально. Пусть пушки нормально качаются без всяких этих супер випов отдельных, которые надо покупать. Пусть, да, у вас будет какая-то монетизация, базар у них. Ну, пусть она будет лайтовая. Не надо делать анальный донат очередной. Это просто ещё минус онлайн. Вы, серьёзно, вы на этом не заработаете, вы на этом больше потеряете. Вы больше сейчас заработаете, сейчас такой период и такая индустрия. Вы больше заработаете, если вы будете меньше денег тянуть, потому что у вас больше людей будет в проекте. Да. И третий, самый главный вопрос, который хотелось бы тоже осветить. Это простота. Всё должно быть просто. То есть, должно быть просто, наглядно. У нас не Path of Exile, у нас не World of Warcraft, Алоды, вы работаете над шутером, проснитесь, я вас очень прошу. Это шутер, шут, понимаете? Тут всё должно быть просто. Если вы берёте пример с какой-нибудь Call of Duty Wars 1, не надо брать, там очень хреново. Там специальные люди сайты создают, чтобы другие люди туда залазили и понимали, как вообще эта дебильная система работает. Это неправильно, это ненормально. Делайте понятно, доступно, наглядно для игроков-шутеров, которые не привыкли делать билды из древа в 1500 скиллов, правильно переходя и подбирая все скиллы под определённый сет брони. Это как бы, это кому надо, они там уже играют. Это другие проекты. Здесь должно быть всё понятно, доступно и ясно. Вот модификация есть, вот она даёт плюс 2 урона оружия. Не в процессе, просто плюс 2. И вот на уроне становится, на оружии, плюс 2 урона. Всё. Вот это гениально, понимаете? То есть, как бы просто, доступно, понятно. Если будет сложно гейморно, пожалеете. Чем сложнее, тем хуже в шутере. Тем больше людей в это играть не будут. Однозначно. Вы просили, дорогие зрители, сделать видео по модам. Я могу в целом сказать так. У меня вот видите, очень сильные сомнения. Я вот почему-то даже не сомневаюсь, что что-то из того, что я сказал, будет. И сложности, балансы, анальные донатки почему-то мне так кажутся. Может быть, я предвзят. Я вообще не люблю делать видео до того, как я сам систему пощупал. В принципе, я думаю, что я угадал плюс-минус. Но и самое главное, почему, при том всём, что у меня такие опасения, такое вроде негативное отношение, почему я к самой идее хорошо отношусь. Потому что сама идея, если её нормально по-человечески для людей сделать, она великолепна. Она реально может дать игре второе дыхание. Именно так. Второе дыхание Warface. Люди старые могут вернуться, новые прийти. Она может очень многое для Warface сделать, как и новая там система РМа и так далее. Но вопрос вот в чём. А смогут ли и захотят ли наши разработчики и наша администрация сделать всё именно по-нормальному и по-человечески? Блин, ебутенький. Теперь уже и я засомневался. Надо будет взять и опять танки скачать. Ладно, я пошёл. Смотри, чтобы член в жопу не зашёл, друг мой. Давай, удачи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова